Женщина всегда была в обществе такой движущей силой. Не зря же, помните, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, уже столетия прошли, говорят, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Поэтому, если взять, скажем, XIX век, то уже в конце XIX века женщины поднимались и хотели иметь равные права с мужчинами. Международное женское движение развивалось, и женские организации были во многих государствах. А когда Великая Отечественная война началась, и когда антифашистский блок сформировался, мы такую борьбу вели. И тогда, конечно, пришла такая необходимость работать с женскими организациями вот в антифашистском блоке с этими. Потому что женщины играли большую роль, мужья на фронте, мужья воюют, женщины должны были выступать против войны, за мир вообще-то. И тогда, в 1942 году, у нас в Советском Союзе был создан Комитет Советских Женщин. И вот Комитет Советских Женщин, он долго существовал, был очень авторитетным вообще в международном плане. А вот так, чтобы женские организации были в Советском Союзе где-то, их не было. Были только в каждой союзной республике, с кем работал Комитет Советских Женщин. Впервые в 1900, это после дореволюционных сходок, скажем, съездов женских, в 1986 году был проведен съезд женщин Советского Союза. На котором было принято решение создать женские организации на местах. И 5 марта 1987 года у нас в Приморском крае, на Мордовцево 12, в зале, тогда был Дом политического просвещения, состоялась первая женская конференция Приморского края. Мы провели в 90-м году, 22-23 ноября 90-го года, конференцию женскую России, но пригласили, естественно, всех своих подруг из союзных республик. Это для нас было очень важно. И мы учредили Союз Женщин России как правоприемник Комитета Советских Женщин. Наша организация для того и создана, чтобы мы работали вместе с мужчинами, чтобы мы несли это добро, пропагандировали, взаимодействовали. Конечно, где-то есть против чего мы выступаем, скажем, там, и в заработной плате женщину ущемляют где-то, на равных работают с мужчиной. Есть такое. Дискриминация до сих пор нет. И конечно есть, конечно есть. Или, скажем, ведь вот сейчас как-то запретили, все-таки, но вспомните наши первые годы перестройки, объявления. Требуется до 30 лет женщины, до 45 лет, а куда же дальше? А ведь иногда женщины у нас в возрасте могут сделать больше. Организаций общественных было не так много, а мы как раз появились, и мы очень много работали. У нас женские организации, вот когда в 87-м году мы создались, у нас женские организации были во всех городах, во всех районных центрах, во всех селах и на всех предприятиях. Наши женщины не просто вот только, вот мы там собираемся в женсовете, а у каждой женщины, объединенной в наш совет, свое направление работы, свои дела, даже свои общественные организации. Мы вот зарегистрировали организацию тогда, дети войны, считаем, что это очень правильно, что уж столько, сколько перенесли дети, мы это все пережили. И сейчас, когда, к сожалению, участники войны уходят и уходят из жизни, очень жаль. Но ведь эта категория детей уже тоже вся ветераны, уже все, даже кто родился в 75-м году, им на следующий год будет всем уже, извините, по 70 лет. Это ветераны, и, конечно, и вот это объединение детей войны, это очень серьезно для этой категории людей. Если говорить о патриотизме, то вот эти еще ветераны, дети войны, это очень большой такой пласт и большое количество населения, которые могут вести эту патриотическую работу. А вот вам не кажется, что в последнее время слово патриотизм, патриот уже настолько вот замылено, задергано, затаскано, что это уже как бы, ну не то, что ругательство, но как вот так, уничижительно. Да, мы отошли от того понятия патриотизм, это святое вообще, и очень плохо, что у нас еще памятники не в порядке, это очень плохо, это надо делать, это святое ни один никто, нормальный человек не замахнется вообще, так сказать, на это. Но патриотизм надо воспитывать в семье начинать, а не только на том, что было. История это, но должно идти параллельно, вот в семье, а вот должно идти то, что уже было. И сейчас проблема в Приморском крае. Самая насущная, да? Это, конечно, труд женщин, устройство на работу, женщин и юных, скажем, и в возрасте, особенно для старших возрастов. Сейчас очень сложная проблема – это семья. В 90-м году, когда мы проводили нашу конференцию, вот Союз Женщин России формировался, мы тогда констатировали, что у нас в России каждая 18-я семья, где мама одна воспитывает детей. Сейчас у нас в России каждая пятая семья, где мама одна воспитывает детей. Понимаете, что это такое? То есть проблема семьи, проблема подготовки молодежи к вступлению в семью – это очень важный вопрос. Посмотрите, дети, вы помните, сколько лет назад не так давно говорили «Приморье без сирот». Я вот тогда выступала и сказала, это нереально говорить лозунг, очень хороший, но под него такую работу надо вести «Приморье без сирот». Ну и что? Ну мы пообъединяли, у нас уменьшилось, скажем, по количеству детских домов, но по числу детей-то не уменьшается. Или здоровье, скажем, мы много лет проводили, сейчас открыли школу, вот только что открыли школу женского здоровья. Мы лет пять проводили, знаете, такую акцию, то есть постоянную, мы ее назвали «Хрустальная осень, Приморье», в скобочках, здоровье женщин, кому за 40. У нас есть ассоциация гинекологов-эндокринологов, которую возглавляет Мухотин Александра Григорьевна. Мы чем, скажем, вот наш женсовет, мы так долго почему держимся, работаем и нас знают, потому что мы не работаем вот одни, как закрыта эта организация. Мы работаем со всеми общественными организациями, чьи программы и чьи интересы совпадают с нашими. Или, скажем, вот благотворительность. Ну, сейчас многие занимаются благотворительностью. Ну, вот пример такой, вот в прошлом году вот это наводнение, Хабаровский край, Амурская область. Знаете, мы, ну, как и другие организации, мы объявили, что мы будем собирать, оказывать помощь эту. Мы ведь отправили, больше 4 тонн груза собрали для этих территорий. Нам столько люди принесли всего. Мы и телевизоры отправляли в эти совсем, которые дома там уплыли вместе с водой. Мы отправили 4-тонный контейнер груза в Хабаровск. Мы отправили 4-тонный грузовик в Нанайский район. У нас золотой народ. В таких ситуациях, ну, лучшее качество нашего народа проявляется. Вас можно назвать феминисткой? Ну, вы знаете, в хорошем смысле да. Потому что у нас, как вот вы говорили, и патриотизм вот где-то, вот так и феминизм. Феминизм стали тоже как-то так, что это плохо. Ну, все у нас, если хочешь, можешь опорочить, да? Конечно, конечно. Все что угодно. Но феминизм в нормальном, так сказать, именно отстаивании прав женщин, поднятии авторитета женщин, это вообще нормально. Нормально.